Друзья, всем привет! Сегодня наконец-таки выходит второе обучающее видео. Я надеюсь, первое вы посмотрели и уже научились жонглировать. Сегодня мы с вами научимся трюк, который называется слэп и, соответственно, способ, как можно поднять мяч вместе с этим трюком. Первым подводящим упражнением к трюку слэп мы будем разучивать поднятие мяча. Самое первое, что нужно научиться, это хорошо зажимать мяч между ног. Зажимаем мячик очень сильно, так чтобы он у вас не вылетел. Для этого можно попробовать попрыгать с мячом в стороны, назад и вперед. Следующим шагом будет перевод мяча на противоположную ногу. После этого движения мы учим с вами очень смешную штуку, которая нам поможет поднять мяч. Выглядит она приблизительно вот так. Наша нога, которая будет с мячом, совершает плавное движение вверх, именно по этой ноге. Для простоты обучения я советую делать вот так. Мы подъемной частью ноги вводим по своей левой ноге, ну, соответственно, на опорной ноге. То есть такое движение, как будто мы чешем себе ногу. Самой распространенной ошибкой, которую совершают новички при обучении вот этого трюка, это прыжок на опорной ноге. Как-то не так, не хуже еще делают. Вот именно такого прыжка не должно быть. Ваша опорная нога всегда стоит на земле и никуда не двигается. Двигается только правая нога, которая будет поднимать ваш мяч. Выучили все три шага по отдельности, теперь каждый шаг совмещаем. Советую вам не спешить и разделять этот трюк на все три этапа. То есть изначально мы зажимаем мяч, переводим и поднимаем. На самом первом этапе я не советую вам сразу учиться поднимать мяч, чтобы в чеканку продолжить, потому что когда движение новое, координации тела нет и это не получается. Изначально делать лучше всего будет вот так. Просто зажали мяч, перевели, подкинули. Нога эта стоит на месте. Еще раз. Зажали, перевели, подкинули. Как только вы научитесь делать это движение, ваша опорная нога будет стоять на месте и никуда не двигаться, ваша задача будет состоять в том, чтобы просто выставить ее вперед. То есть движение идет вот такое. Я показываю сначала без мяча. Раз, два, три. То есть ваша опорная нога делает его в левую сторону. Показываем, как это выглядит с мячом. Очень просто. Первый шаг. Второй шаг. Третий. И все, мяч у вас в руках. Ну, теперь, собственно, переходим к трюку, который называется слэп. Он выглядит абсолютно так же, но вам не нужно просто зажимать мяч, нужно сразу с чеканки подбить и его прокатить по ноге. Самое первое, что нужно научиться для трюка слэп, это правильно подбирать положение вашего тела непосредственно к мячу. То есть движение выглядит, как небольшой танец. Вы подбиваете мячик и напрыгиваете к нему опорной ногой. Мячик должен находиться не впереди вашей ноги, а вот здесь вот, параллельно сбоку. То есть прокат идет либо по этой части, либо немножко сзади. Пробуем прижимать мячик к вашей опорной ноге. Как только получится у вас уже в прыжке прижать мячик к опорной ноге, старайтесь делать движение правой ногой вверх, как мы учили в простое поднятие мяча. И у вас уже начнет получаться этот трюк. Самое важное, начать зажимать мячик не посередине ноги, не вот здесь, а чем ниже, тем лучше. Но ошибкой будет считаться, если мяч будет касаться земли. Но в принципе это не грубая ошибка, это просто будет выглядеть немножко не так, как нужно. Вот в принципе все основные моменты, которые я бы мог вам рассказать о трюке слэп. Единственное, что тренируйте это в комбинациях и делайте на количество. Если вам понравился этот ролик, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, обучайтесь вместе со мной. С вами канал Дневник Престайлер, Аид. До скорой встречи.